Этот выпуск не запланированный, так как сегодня мы работаем над очередным выпуском программы «Время вперед!» и нам немного не до этого. Но в данном случае, как говорится, накипело. История следующая. Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 86% россиян считают, что Россию сегодня боятся на мировой арене. И при этом большинство опрошенных этому факту радо. Ах, эти дикие русские варвары, только умеют размахивать своей дубиной и пугать миролюбивые цивилизованные страны. Примерно такие комментарии читаю сегодня на разных интернет-ресурсах. Ответить на это хотелось бы следующее. Да, русские радуются, когда их боятся. Особенно, когда их боятся миролюбивые цивилизованные страны. Потому что история доказала, что как только нас перестают бояться, волшебным образом вся эта миролюбивость и цивилизованность этих стран куда-то испаряется. И вместо них появляются морские блокады, блицкриги и уютные европейские концентрационные лагеря почему-то на нашей территории. Вот именно поэтому мы имеем все исторические основания радоваться тому, когда нас боятся. Когда нас боятся, мы спокойны, потому что это дает нам время на жизнь, на то, чтобы развиваться, заниматься своими семьями, вместо того, чтобы рыть траншеи где-нибудь под Москвой. Тут обязательно кто-то скажет, что я путаю уважение и страх. Дескать, мы хотим, чтобы нашу страну на мировой арене не боялись, а уважали. Послушайте, это полный детский сад. Ну, нету в лексиконе политических лидеров такого понятия, как уважение. Уважение, простите, к чему? Уважение к богатству культуры, истории, искусства, к богатству недр, уважение к высокому экономическому развитию государства. В истории еще не было ни одного случая, когда уважение ко всему этому уберегло от разорения государства, если только это государство не было обеспечено военной силой. Скорее наоборот, чем больше государство славится высокими нравами, развитием искусства, науки и высоким благосостоянием своих граждан, тем больше вокруг возникает желающих расколотить все это кувалдами к труху и славно попировать на остатках некогда уважаемого государства. У нас есть поговорка «боятся значит уважают». На самом деле это выстраданная веками и большой кровью народная мудрость. Народ не обманешь. Поэтому такой высокий показатель – 86%. Я думаю, что у некоторых европейских наций некое подобие такой генетической памяти есть тоже. Потому что они знают, что пока они нас боятся, они могут относительно спокойно сидеть в своих европейских столицах и ругать нас в газетах. Ничего страшного с ними не произойдет. Но как только по каким-то причинам они вдруг перестают нас бояться, сразу хлоп, и мы проводим парад победы в центре какой-нибудь этой европейской столицы. Без их уважения мы как-нибудь проживем. Тяжело, конечно, но мы справимся. А вот бояться пускай нас не перестают. Целее будут. В том же опросе утверждается, что 65% наших соотечественников считают Россию развитой и передовой державой. Полагаю, что пусть и минимальный, но вклад нашего проекта в это есть. Потому что уже почти 5 лет мы занимаемся тем, что рассказываем, какая Россия развита и передовая держава. Притом на конкретных примерах. Однако думаю, что этот вклад можно существенно увеличить. Для этого нужно наш проект масштабировать. Как это сделать? Сейчас мы завершаем этот видеоблог и идем готовить очередную программу «Время вперед», которая выйдет в воскресенье завтра. Вы ее обязательно посмотрите, проанализируйте, покритикуйте, если это нужно. Поставьте лайк, поделитесь со своими друзьями, подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали, вступите в наши социальные группы. Таким образом вы станете не просто зрителями нашего проекта, а участниками нашего большого и позитивного движения. Субтитры создавал DimaTorzok